Приветствую вас. Я, честно говоря, думаю, что здесь ситуация такова, что вы со своим мужем достаточно неискренне, наверное, в том смысле и в плане, что, ну, между вами есть некоторая очереденность, некоторые несостыковки, как мне кажется, вообще нет, по крайней мере. Иными словами, муж вас не чувствует. Ну, а вы, вероятно, не чувствуете его. Ну, поскольку вы обратились к нам, то, соответственно, речь идет больше про вас, естественно. Когда-то вы выстраивали свои отношения с ним на одной основе, этой основе, этой основы было достаточно, сейчас у вас другая основа, ну, по идее, по идее вступает в силу. Ну, вот та основа, она либо ушла, либо прошла, либо пошла на задний план, а на новой основе вы взаимодействовать не умеете. Как это происходит? Ну, происходит это так, что люди в браке начинают не быть собой. Они начинают пытаться быть или идеальными супругами, или стараться соответствовать какой-то модели поведения, или они подстраиваются под, ну, под партнера, или не говорят откровенно. А то, чего они хотят, или не хотят. А большинство проблем, как это не банально происходит, это то, что на стадии знакомства, когда люди знакомились, когда люди встретились, были влюблены, на этой стадии люди не были сами собой. Ну, такое вот, к сожалению, бывает, к сожалению, большинство. Что здесь важно? Ну, наверное, важно, чтобы вы не видели проблему в подруге, потому что подруга хоть и ведёт себя провокативно и, вероятно, что-то чувствует. Между вами, по крайней мере, она не является корнем проблем, точнее, она просто один фактор. Из многих, как мне кажется, включая то, что муж может уйти, забрав одежду, включая то, что вы можете спилить, включая то, что вы потом испытываете. За это чувство вины, ну, я имею в виду, за то, что спилили. Ну, так обычно и происходит, человек зажимает определённые свои реакции, терпит, терпит, терпит. Потом, естественно, взрывается. А вот, а когда взрывается, то потом навешает вину. Вот. Вина здесь довольно-таки естественна, потому что человек ощущал, что это не он был, когда взрывается. Ну, вообще, мало кто является собой, когда взрывается. Вот. Вина здесь, ну, как бы, вполне понятна. Другое дело, что не имея возможности обращаться со своими реакциями, со своими чувствами, со своими переживаниями, иначе по-другому. Единственное, таким, наиболее стабильным положением для человека является вина. То есть все действия человека могут быть направлены на то, чтобы испытывать вину. Потому что, когда чувствуется вина, то человек ощущает себя определённо. Ну, человек ощущает себя стабильно. Это очень печально и грустно, когда единственный способ почувствовать себя стабильно, это испытывать вину. Мне кажется, что ни один человек не достоин такого. Поэтому множество факторов играет роль здесь, и подруга это один из факторов. Второй фактор – это то, что ваш муж убегает от проблемы, так что он убегает от переживания, от боли. А вы, вы выражаете эту боль вот так, поскольку, 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 поскольку. В чём я вижу моменты, подходящие для коррекции, для корректирования, помимо того, что вам нужно работать с чувством. Ну, первое – это, наверное, всё настораживать, это то, что сохранить брак. Потому что, когда вы говорите, что хотите сохранить брак, у меня появится ощущение, что… А мужчины-то там, где… То есть, если для вас точнее социальный статус, а брак – это социальный статус, а не сам человек, его комфорт, его счастье, ну, это немножечко, как бы, настораживает. Поэтому, когда вы говорите, хочу сохранить брак, нужно учитывать, что… Это чисто ваше желание, вот, оно не имеет ничего общего с… С чувствами между людьми, оно не имеет ничего общего… К взаимодействию, ничего общего с взаимодействием между людьми, и оно больше про… Конфликты и противоречия, но никак не про отношения с мужчиной. Вообще, мужчины, опять же, по моим ощущениям, здесь воспринимаются как средство для сохранения брака. Вот, что на самом деле такой довольно тревожный тоже факт. Следующее, то же, что вы не хотите писать первый и так далее. То есть, по сути, вы хотите как-то проманипулировать человека. Мне кажется, начинать путь примирения, путь корректирования, путь гармонизации с неискренностью. Это худшее, что вы можете делать, а тут есть, вам важнее остаться в вымысленной, выгодной позиции, чем быть собой настоящей и быть открытой для всех, всех переживаний, в том числе для переживания какого-то негатива, боли и так далее. Вот, поэтому это такой, такой момент. Следующий момент, это… Я бы сказал, попытка рационализации, то есть, вы говорите, сколько дней там должно пройти, я не знаю, кому вы обещали, я, ну, вижу ваше дополнение, только я не вижу, как бы… Я не вижу, кому вы отвечали, потому что, ну, я не буду считать восемь ответов, вот, все восемь ответов, поэтому прошу меня за это по возможности изменить, вот. Что важно еще, это увидеть, что стоит за вашим желанием сохранить брак. Ну, потому что, то, что вы хотите сохранить брак, мне кажется, ну, такой вершиной, если угодно, айсберга, вот. Мне кажется, что за этим что-то скрывается еще. И вам важно увидеть. Вы хотите сохранить брак для себя или для мужчины. Если для себя, то необходимо вот то, что вам хочется, ну, вносить в контакт. То есть, ну, говорится об этом. Понимаете, да, вот, что я имею в виду. Это достаточно, достаточно такой, ну, важно, как мне кажется, конечно. Вот. То есть, не запрещать себе, не запрещать себе чувствовать, хотеть то, что вам нужно. А именно выражать. Выражать это по-другому. Как мне кажется. Вот. 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 Так вот, так вот я могу вам ответить с точки зрения психотерапии. То есть, учиться находиться в контакте со своими чувствами и адекватно их выражать. Это то, что вам необходимо сделать. Следующий важный момент, это ссора. Вот. Я не знаю, единственное у вас ссора или нет. Мне кажется, что нет. Мне кажется, что это не единственное. Но, понятное дело, я могу ошибаться. Но, понятное дело, я могу быть не прав. Вот. Вот. Поэтому, здесь я бы рекомендовал вам изучить психологическую игру Сказ-скандал. Вот. Она. Игра. Так и называется. Скандал. Вот. Изучите её. Вы увидите. о наличии определенных трудностей, на которые вам также нужно обратить свое внимание. Вот. Это и работа с личными границами, это работа с близостью, это реагирование на конфликт и так далее. Такой момент. Что касается Побруга. Ну, как мне кажется, с Побругой ситуация является производным. Ставь сможем. Вот. Самое способное. Если вы сможем не совсем искренне. Вот. Ну, то есть, если вы даже не сможем, если вы с собой, сами с собой, ну, не искренне до конца, на этого, на этого указывают, что вы успеливаете, вот, то, на мой взгляд, с подругой и по базе, вы будете не искренне, не искренне. Вот. Ну, потому что этот человек от вас еще более далек, вот. человек. Ага. Ну, бывает. Так. Ну, что он. С тем более дальним человеком. Человек. Ну, легче. Ага. Ну, легче. Ага. Ух, выращать. Ухм. Ухм, фаи. Ухм. Ну, фаи чувства. А вот. Ну, это же. Виза зависит больше, конечно, от вас, от вашего подхода, мне кажется. И, соответственно, с подругой нужно поговорить. Вот. И сказать я там, что вы чувствуете. А ну, партнерщины к нему и детства. Вот. Такая вот история. Такая вот история. В таком моменте. Я бы еще не обещал с ревностью, с ревностью бы по работе. Я бы обратил внимание на ваш рев, на то, что вы ревнуете. Вот. Я могу, ну, я могу обратиться ваше внимание на это. Вот. И поработать с этим. Можно и нужно поработать, как мне кажется. Вот. Такая вот история. Значит, на этом все. я надеюсь, что вам это было полезно. И хочу пожелать вам успехов в решении своих проблем. Вот. Которые вы описываете. Понятно, что, на мой взгляд, именно мужа сейчас возвращать вам не стоит. Потому что, если вы его вернете, то вы совершенно правы. о-о-о-о, ну, все может остаться так же. Вот. Я не уверен, просто потом не уверен, что вы этого хотите. Вот. Поэтому, я надеюсь только, что вы решите для себя психотерапией заняться. Вот. Потом, может быть, глядящий муж вас подтянут. Вот. Ну, это уже зависит от вас. Вот. Такой ответ, соответственно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я хочу пожелать всего вам самого доброго. Я хочу пожелать вам удачи. Хочу пожелать вам мужества. Хочу пожелать вам радости. Вот. И хочу пожелать вам удачи и успехов в решении своих проблем, которые у вас, безусловно, были и будут. Вот. Всего доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!